Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амигон, и сегодня у нас реакция на SCP-5140, Эверест. Погнали посмотрим. Эверест. Объект SCP-5140. Класс объекта. Кетер. Класс нарушения. Экхи. Класс риска. Критический. Особые условия содержания. В связи с высокой стоимостью и сложностью безопасным извлечения экземпляров SCP-5140 с Эвереста, мобильно-оперативная группа Delta-14 «Зимняя страна чудес» будет регулярно подниматься на Эверест. Для того, чтобы закопать в снегу все найденные экземпляры SCP-5140. В настоящее время осуществляют... Я бы никогда не подумал, что из Эвереста можно сделать объект. ...со компанией по ужесточению ограничений на право подниматься на гору Эверест как со стороны Непала, так и со стороны Тибета. Описание. SCP-5140 относится к ряду замороженных трупов, расположенных по всему Эвересту, который расположен в Гималаях Тибета. Их точное количество неизвестно, но на момент написания статьи было принято, что оно составляет более 100, но менее 200 штук. Экземпляры SCP-5140 обладают эктоэнтропийными свойствами. Когда они физически подвергаются воздействию тепла любой формы, включая тепло тела, они поглощают его без повышения своей температуры, которая поддерживается на отметке приблизительно 10 градусов по Цельсию или 50 градусов по Фаренгейту. Обычно из-за этого процесса физический контакт с экземплярами SCP-5140 приводит к фатальным последствиям. Если человек умирает в результате контакта с экземпляром SCP-5140, его труп также становится экземпляром SCP-5140. Жуть какая! Какая нахрен жуть! Субтитры создавал DimaTorzok Приближаемся к вершине. Встретили 34 тела по китайскому маршруту. Всех закопали. Количество провизии в норме. Вероятнее всего достигнем вершины завтра. Констатирую. Продолжайте. Столкнулись с незначительным количеством аномальных экземпляров. Крайне низкая температура привела к фасмертному сокращению мышц. Тела свернулись калачиком и замерзли. Сложно отделить перед тем, как закопать. Возможно, придется закопать их такими. Констатирую. Даю разрешение. Закапывайте, как удобно. Приближаемся к вершине. Необычайно высокое количество экземпляров. Столкнулись с 19 со вчерашнего дня. Старые сущности раскапываются. Вероятно, сильные ветра сдувают снег. По возможности закапывайте глубже. Такой этот... Голос ответа такой просто такой грустный, приунывший. Приблизились к ступени Хиллари этим утром. Поднимемся на вершину в течение часа или двух. Нашли еще 14 тел с момента последнего контакта. Команда нервничает. Неудивительно. Давайте уже почти. Найдено одинокое тело на вершине. Вы пытались закопать. Лопата ударилась о что-то. Она застряла. Не можем ее вытащить. Обернулись. Тело исчезло. Упало с вершины? Не знаем. Команда взволнована. Прошу, дайте указания. Констатирую. Отправляем спасательные отряды. Пытаясь осмотреться, не видели, как что-либо падало с вершины. Используйте запасную лопату, если встретите больше тел. Даю приказ спускаться с китайского маршрута по уже прочищенному пути. Сбогу. Спустились со ступени. Патрик дотронулся до одного из них. Я и Арнольд закопали его. Констатирую. Чрезвычайная ситуация. Попытались спуститься с китайского маршрута. Обнаружили останки разрушенного лагеря. Три трупа свернулись калачиком в палатке. Они передвигаются. Поспешный спуск. Констатирую. Двигайте оттуда, но осторожно. Сотрудники готовы принять из лагеря 5. Будьте аккуратны. Их большое количество перегружает путь. Один вылез из земли. Он схватил Арнольда. Теперь он один из них. Я побежал назад. Не могу спуститься. Не могу вернуться наверх. Арнольд вез провизию. Остался лишь один кислородный баллон. Помогите. Попытайтесь использовать сигнальный пистолет, чтобы расчистить путь. Оставайтесь на безопасном расстоянии. Отряд уже в пути, чтобы вытащить вас. Успокойтесь, дышите медленнее. Они двигаются. Не идите на вершину. Там небезопасно. Земля небезопасна. Не позволяйте альпинистам лезть на Эверест. Гора представляет угрозу. Команда прибудет менее чем через 2 часа. Сохраните спокойствие. Спасательный отряд для мобильно-оперативной группы Дельта-14 прибыл к месторасположению GPS-трекера, находящегося в Чарли Смите, спустя 1 час и 36 минут. Отряд не заметил ни одного закопанного экземпляра SCP-5140 по мере приближения. Было обнаружено тело Смита, у которого отсутствовали признаки, присущие экземплярам SCP-5140. Вскрытие показало, что он умер из-за переохлаждения и асфиксии по причине недостаточного количества вдыхаемого кислорода. Дальнейшие исследования показали, что клапан для подачи кислорода был поврежден во время подъема на вершину. Тела Арнольда Хиллари и Патрика Эдмонда были найдены чуть выше. Хиллари умер из-за переохлаждения, в то время как Эдмонд стал экземпляром SCP-5140. В настоящее время считается, что недостаток кислорода в организме Смита привел к галлюцинациям, из-за чего он считал, что экземпляры SCP-5140 заблокировали им путь и разрушили их лагерь. Но ку Хиллари обнаружили застрявший под обвалом, что вероятно было причиной того, что он не смог двигаться. Этот инцидент был принят во внимание, а манифесты снабжения для будущих экспедиций были надлежащим образом скорректированы. О, ну ждите это самое, в 24-м году продолжение. Глобальное повышение температуры привело к существенному таянию ледникового покрова и сугробов на Эвересте. Такое таяние вызвало большую лавину в 11.49 по местному времени, которая сдвинула огромное количество снега с вершины горы. Малая глубина снега позволила сканирующим самолетам идентифицировать значительное количество экземпляров SCP-5140 под снегом. Дальнейшие раскопки выявили, что экземпляры SCP-5140 составляют значительную часть самого Эвереста. Согласно оценкам, в настоящее время 45% массы Эвереста составляют трупы. Ебасурово. Однако сурово, ё-моё. Мне нечего добавить. Я не планирую забираться на Эверест. Я не планирую забираться на Эверест, поэтому мне нечего добавить. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok